Сегодня мы прибыли в невероятной красоты место – Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Неоготический проект храма был создан Фомой Богдановичем Дворжецким, который также является автором проекта Храма Пресвятого Сердца Иисуса Христа в Самаре. Работы над Собором Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии начались в 1901 году. Решение построить Третий Католический Храм в Москве было принято, когда в XIX веке количество католиков в столице превышало 30 000 человек и ранее построенные храмы Святого Людовика и Святых Апостолов Петра и Павла уже не вмещали прихожан. Для строительства собора был приобретен участок на Малой Грузинской улице в Москве, поскольку в этом районе проживало множество католиков-поляков. Здание возводили 10 лет, с 1901 года. Последнее сделали ограду в 1911 году под руководством Зодчего Леона Дауша. Через 11 лет, после внутренней отделки храма, которая закончилась в 1917 году, его закрыли, а настоятеля расстреляли из-за государственной борьбы против религиозных организаций. Возобновление богослужений стало возможным лишь к концу века. Храм пережил Великую Отечественную войну, во время которой фасад пострадал от бомбардировок, а несколько лет спустя были повреждены купола и фасад в результате пожара. В 70-х годах планировалось преобразовать собор в зал органной музыки, но этот план так и не был реализован, потому что в здании расположился научно-исследовательский институт Мосспецпромпроект, освободить храм от которого удалось только в 1995 году. Тогда же собору непорочного зачатия при Святой Деве Марии присвоили статус памятника истории и культуры. После этого было принято решение начать реставрацию. Максимилиан Волошин писал, «Этим камням, сложенным с усилиями, нет оков и нет земных границ, вдруг взмахнут испуганными крыльями и взовьются стаи голубиц». Костел на улице Малая Грузинская также известен своими колоколами. Они расположены с левой стороны фасада, за аркой. Колоколов всего пять, а наибольшие достигают веса более 900 килограммов. Интересно, что на фасаде здания нет ни одной горгульи. Это связано с тем, что разрешение властей на строительство каталогического храма предполагало соблюдение нескольких условий – удаленность от особо почитаемых православных церквей и отсутствие внешних изваяний. В настоящее время собор открыт для всех. Ежедневно здесь проходят службы на польском, английском, испанском и корейском языках. В храме Непорочного зачатия прекрасная акустика, поэтому каждый год тут проходит более ста концертов органной и духовной музыки, а также международные фестивали. Здесь установлен один из крупнейших в России органов. Трудно пройти мимо крупнейшего католического храма России, даже если вы далеки от религии. Как говорил Александр Блок, «Люблю высокие соборы, Душой смиряясь посещать, Входить на сумрачные хоры, В толпе поющих исчезать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин